У нас немножечко меняется программа. Наш день, я встаю, Андрей Петрович Несенко задерживается немножечко. Поэтому мы начнем буквально, я хочу представить вам, да, еще как у нас будет работать президиум. В президиуме Ирина Владимировна Мясникова, председатель организации «Помощь больным муковисцидозам», Ольга Пылаева. Вы кого-то еще хотите пригласить в президиум? Исаева Ирина Вячеславовна Саратов. И первое слово я с большой радостью хочу предоставить своему учителю, дорогому Николаю Ивановичу Капранову. Который, можно сказать, является нашим гуру, основателем, как я написала сейчас в документах, которые готовила наука о муковисцидозе. Николай Иванович мой учитель, я ему за это очень благодарна. И моя сегодняшняя миссия, это, в общем-то, достойно продолжать профессионально это дело, служить муковисцидозу и дальше. Выступление Николая Ивановича будет посвящено истории муковисцидоза в России. Уважаемые коллеги, если слышно, то я продолжу. Значит, вот здесь мелькали очень нечеткие кадры, это, собственно, и начало истории. Там изображены, я так скажу, профессор Рачинский, Царство Небесное. И, слава Богу, вот живой и всех нас радующий Владимир Кириллович Таточенко, Елена Васильевна Середатом, Раиса Андреевна Добровольская, профессор Артамонов Рудольф Георгиевич, который сменил на кафедре Митрофана Яковлевича Студенькина. Ну и еще ряд лиц, которые, может быть, не так интересны. Мы с Олей Игоревной туда, к сожалению, по молодости еще не попали. И надо сказать, что... А доклад мой поставлен, нет? Вот, и, собственно, здесь вот в заглавии указано, что 50-летний опыт, действительно, 50 лет назад в стенах этого института и началась история муковисцидоза. С легкой руки Владимира Кирилловича Таточенко мне была дана тема муковисцидоза. Это вызывало некоторое удивление, у некоторых разочарование, потому что больных этих вроде бы и не было. Ну, как-то само собой пошло. И вот первые, как вы видите, больные были один из уже тогда преуспевающей Белоруссии, второй из Амурской области. Им был подтвержден диагноз. Успешно моя кандидатская диссертация была защищена в 70-м году и отмечена именной премией Маслова Академии Меднаук. И в эти же практически годы к нам приехали Юославы Божидоровлаевич и Сретен Шичевич. И они предложили нам совместное исследование по этой проблеме. И результатом этого явилась тоже советско-юославская монография. И она была небольшая, но все-таки довольно значимая. А в 75-м была опубликована первая в СССР отечественная монография. А с авторами были профессор Рачинский, Таточенко и я, Николай Иванович Капранов. Если говорить об исторических личностях, то я бы хотел упомянуть здесь Кристину Херцех, которая 16 лет возглавляла Ассоциацию по борьбе с муку и стадионами в Федеративной Республике Германии. И она как-то очень прониклась к нам. И в первую очередь прислала фургон Криона, о котором мы еще вообще плохо слышали. Подарила его Владимира Николаевича Таточенко. А так как больные уже были в РДКБ у нас, их было довольно много, он пожертвовал этот Крион, за что мы ему были лишний раз признательны. Это Рой Риджвей, у которого собственный ребенок был больным муковистозом. И он был инициатором того, чтобы Крис Роллс, специалист в области муковистоза из Южной Англии, приехал и помог нам организовать, как это и должно быть, как это существует в мире. Мартин Рудман – это фирма Солвей. И вот этот Крион, который был выделен веткой Солвея Дуфар в Англии, был потрачен 475 тысяч фунтов стилингов, которые были для нас тогда, конечно, сумасшедшими деньгами. Это Жан Фейжельсон, который действительно очень много сделал для муковистоза в России. И вот через Мадам Херцог приехал к нам Альфонс Бутс. Здесь про каждую из этих людей можно целую лекцию читать. Например, Альфонс Бутс сидел после войны у нас в плену в Омских лесах. Его спас русский доктор, и он дал себе обет, что он будет помогать всю жизнь России, и особенно детям-инвалидам. Ну, его, собственно, такими детьми-инвалидами оказались больные муковистозом. И он ему сейчас уже под 90, до сих пор он помогает. Это Зинаида Михайловна Михайлова, профессор, жена Сергея Владимировича Рачинского, ведущий в то время детский иммунолог и микробиолог. Это в области муковистоза взрослых начинала эту проблему решать Татьяна Евгеньевна-Лебицкая. И очень много сделал в этой области Александр Григорьевич Чучарин, где организован, по-моему, один из лучших в мире центров для больных муковистозом взрослых. И они решают проблему как непосредственно практической помощи больным взрослым, так и такие современные проблемы, как пересадка легких, печени и другие. И вот, собственно, эти люди, о которых я практически рассказал, это вот мы вместе с Жаном в 90-м году, и тогда был там и Владимир Кириллович, и Сергей Владимирович Рачинский. Ну, я это привожу просто, чтобы показать, какой еще и Жан был стройный, ну и я как сосед его. Конечно, диагностика была примитивной. Из объективных методов постановки диагноза это был потовый тест, который тоже имеет свою собственную историю, о нем тоже можно говорить чуть ли не полчаса. И, естественно, лечение носило симптоматический характер. Это в основном антимикробные препараты, такие как гентомицин, оксицелин, ферменты. Это наш отечественный порошок, и потом появился, и мы были очень рады, таблетки финские, конечно, витаминной терапии никакая не проводилась, а диета терапии была такой, что главным критерием было снижение содержания жира, что сейчас уже, конечно, является как раз противопоказанием. И вот в 90-м году с легкой, в кавычках, руки Митрофан Яковлевича студии Никина, который сказал, что пока я жив, больше больных мукоистозом здесь не будет, потому что они съедают половину бюджета. Митрофан Яковлевича института и как-то имеет тенденцию умирать в основном. Ну и мы вынуждены были искать место и нашли как базу российскую детскую клиническую больницу, которая вот в конце Ленинского проспекта. И когда мы начали сотрудничество в 91-м году с Сауд-Гемпинским университетом, с Крисом Роллсом, он нас, собственно, и научил очень многим моментам, которым мы пользуемся и до сих пор. И первое, что он сказал, что нет смысла больному, допустим, из Владивостока, Хабаровска или Иркутска ехать в Москву, а нужно вам организовать сеть региональных центров, организовывать обучение в рабочих местах, а вам самим туда выезжать. Что, собственно, мы и делаем до сих пор. Приезжаем, консультируем больных, читаем лекции, организуем круглые столы, встречаемся с администрацией. Чаще это, конечно, Минздравы областные и краевые, республиканские. Но иногда и выходим на мэров или губернаторов, что, конечно, дает очень большой отклик. И в этом отношении я должен выразить признательность как раз вот пациентским организациям, которые и подчас решают очень многие для нас с вами трудные задачи. И в настоящее время уже 83 детских центра и более 10 центров для взрослых. Это академик Гинтер Евгений Константинович, который, собственно, и увлек нас, и дал возможность работать в медико-генетическом научном центре. Спасибо. И вот здесь данные из регистра, который регулярно ведется, и готовится очередной номер регистра. И мы видим, что колоссально возросли количество больных, диагностируемых не только в детском, а особенно в взрослом возрасте. Увеличение продолжительности связано с тем, что в созданный центр ведется активное диспансерное наблюдение за этими больными, это должная нутритивная поддержка и лечение, и разные подходы по лечению и раннему выявлению бронхолегочных изменений, мекониального иллюза и так далее. И таким образом, муковисцидоз, абсолютно летального заболевания взрослых, абсолютно летального заболевания детского возраста, переходит в хроническую патологию взрослых. С течением времени, наряду с манифестными формами, появляется все больше и больше атипичных форм. В этом отношении, в плане диагностики, конечно, колоссальное значение имеет ДНК диагностика. Это моноси... И, конечно, вы знаете, что терапия сейчас колоссально изменилась, и ведутся и исследования, и внедрения в практику здравоохранения. Такие противовоспалительные препараты. Вы видите здесь этой макролиды, глюкокортикоидные препараты. И, как я уже сказал, в настоящее время, в конечной стадии, слава богу, в России производится пересадка легких. Пересадка разработана была в Соединенных Штатах. Одним из самых крупных центров является центр в Лос-Анджелесе. Очень хорошо это появляется в Израиле. Я думаю, и Танкерем, профессор, коснется этого вопроса. И еще раз хотел бы подчеркнуть большую роль регистра, который имеет наряду с очень выраженным научным интересом и практическую значимость в медико-социальной помощи больным муковисцидозам. Вот здесь показано, как начиналось это в 2000 году, и как сейчас все больше охват мы имеем. Ну, это вот как раз сейчас пойдут слайды, где показаны наши визиты в Новосибирск, Барнаул. Задачи региональных центров, вы видите, они довольно многообразны, но главное это сотрудничество плодотворное врачей-специалистов с родительскими, пациентскими организациями. И только такой союз дает действительно очень существенные результаты. Это вот тоже один из слайдов, где это школа на Байкале. Это мы на конференции в Армении. Мы также помогаем бывшим нашим союзным республикам. К сожалению, отношения не со всеми складываются в латке. И вот сегодняшние события, конфликт очередной с Украиной, хотя мы сотрудничали и с Киевом, и с Одессой, и со Львовом. И вот, опять же, хочется упомянуть царство ему небесное профессор Волков Игорь Константинович с Натальей Юрьевной Каширской на международной конференции. Это мы с Еленой Ивановной, которая сменила меня сейчас на должности руководителя научно-клинического отдела медико-кинетического научного центра в Мурманске. И это вот мы как бы на заседании этим слайдом. Я хочу лишний раз подчеркнуть, что нам нужно дружить, вместе собираться и решать наши общие проблемы. Ну, это наша научная продукция. За последние, наверное, 15 лет защищено 9 докторских и 22 кандидатских диссертаций по проблеме муковисцидоза, а вот здесь показано это. Ну, и вот если мы будем как бы совместно работать, ну, наверное, чаще нас будут отмечать разными там премиями, дипломами и так далее. Спасибо большое. Я как раз хотела сказать, пока Николай Иванович докладывал, вот рассказывал про моих учителей, тоже любимых, которых нет сегодня с нами. Вспоминал, как история начиналась, где, как. Я как раз хотела вам представить моего любимого учителя Владимира Кирилловича Таточенко. Помните, как славяк. Владимир Кириллович, вы сегодня здесь, вот с нами. У меня большая радость и честь, что он пришел сегодня. И Елена Васильевна Середу, она пришла специально сегодня. Тоже мой учитель, любимый человек. Поэтому давайте поприветствуем. Они сегодня будут участвовать с нами в конференции. Николай Иванович, спасибо большое за воспоминания и за историю. Но это еще не все, мы вас не отпускаем. Да, потому что выразить, так сказать, признательность и свою любовь вы не только словами хотели. Николай Иванович, я вас не отпускаю. Нет, нет, идите себя. Николай Иванович, не уходите, пожалуйста. Николай Иванович, пожалуйста, поднимитесь на сцену. Мы хотели от имени нашей организации, от имени нашей конференции поблагодарить вас. Мы выражаем вам глубокую благодарность и признательность за многолетний плодотворный труд в деле организации системы помощи пациентам с муковисцидозом в Российской Федерации. Спасибо вам большое, Николай Иванович, спасибо. Два слова буквально по этому поводу, а может быть не только по этому поводу. Я уже говорил, что от нашего такого творческого союза есть большая польза. И надо сказать, что первым президентом еще ассоциации муковисцидоза родителей в СССР был Александр Анатольевич Жашков. Его потом сменила Нина Ивановна Айеева. Очень хорошо. Мы ей привет передаем. И потом сменила Ирина Владимировна, которая работает уже много лет и очень плодотворно. Спасибо большое. Спасибо, Николай Иванович. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересная лекция. Коллеги, я еще хотела бы сказать, что наша встреча состоялась благодаря тому, что, конечно, это взаимодействие в пациентских организациях и медицинского сообщества, вот нас, докторов, которым мы беззаветно служим этому делу, ну а также благодаря благотворительному фонду «Острова» и пациентской организации «Помощь больным муковисцидозам». От имени «Островов» здесь приехала очень большая команда из Питера. Давайте тоже поприветствуем их сегодня.